В эфире «Утро» Карачаева Черкесия на телеканале «Россия». Всем доброе утро! Сегодня у нас в гостях зоозащитник, хозяин госпиталя «Белый клык» Анар Баширов. Доброе утро! Доброе утро! И к нам пришла вот такая обаятельная собачка Юстина. У неё, наверное, с утра ещё нет настроения. Сейчас, наверное, принято с тиграми в гости ходить. Но собачка тоже клыкастая, так что примем и Юстину у нас в гостях. Анар, вот в конце года все подводят итоги. Если говорить о госпитале «Белый клык», что можно сказать? Работает ли сейчас госпиталь или он закрыт? Сколько сейчас животных? И как охотно люди всё-таки берут к себе домой кошек и собак? На данный момент госпиталь «Белый клык» закрыт на приём животных, так как количество животных в нём прибавилось в разы. Их стало очень много. На сегодняшний день в госпитале именно собак больше 35, кошек – 48. Я очень удивлена. Я не знаю, я не помню, когда я снимала последний репортаж, что 48 кошек там не было. Да, то есть животные прибавляются, их никто не забирает. То есть в том году, может, как-то ещё собак брали, в месяц одно, две. То есть за этот год мы пристроили, наверное, собаки три. Анар, ну скажи, как всё-таки прокормить-то такое количество? Есть ли поддержка? Я знаю, что вы сотрудничаете с сетью «Зоумир», да? Как у вас сейчас дела обстоят? Ну да, спасибо большое именно «Зоумиру», то, что они организовали такую акцию, 5% от выручки идёт как бы в помощь нам. Но этого мало, конечно, но помощь есть. Допустим, вот они и нам помогают с кормами, то есть по оптовым ценам, привозят нам корма, ну, стараются помочь. Прокормить на самом деле собак – это очень, я не знаю, накладно. В день, наверное, у нас уходит 9,5 корма. Это 9,5 кг чего? Килограмма? Да, 9,5 кг корма для собак. То есть считайте мешок, да. Кошки 6,5 кг корма. Ну, конечно, да, это накладно. И вот в преддверии Нового года обычно делают благие дела, такие добрые. Хотелось бы обратиться к жителям республики, как-то внести свою лепту и помочь госпиталю «Белый клык», кто чем может. И, конечно, вы можете прийти в магазин «Зоумир», купить для своих животных там корма либо другие товары, и тем самым вы также поможете этим животным. Юстина давно в вашем госпитале? С мая месяца она проходит у нас реабилитацию, лечение. Через пару недель она будет готова уже искать новый дом. А возраст Юстины? Юстине приблизительно 7-8 лет. 7-8 лет. Так, такая дама среднего возраста, да, получается? Ну, конечно, очень хочется, чтобы и Юстина, и все ваши собаки и кошки обрели в Новом году новый дом, новых хозяев. Уважаемые телезрители, вот Юстина очень ждет своего нового хозяина. Так что обращайтесь в госпиталь «Белый клык» и берите на воспитание себе животных. Как вот найти выход из ситуации, когда животных много, их брать не хотят? Я думаю, просто это тупиковая вот ситуация. Это, к сожалению, тупиковая ситуация в нашей республике. Не знаю, как в других, но у нас это очень сложно. Поток животных растет. Вот, ну, я не могу, к сожалению, всех животных принять, забрать. Люди этого не понимают в нашей республике. То есть сборы вы ведете, а собаку у меня не берете. То есть это получится уже концлагерь, если мы будем брать всех животных. Вот, ну, как-то... Ну, это понятно, что госпиталь не может принять всех животных, которые... И у нас как бы находятся инвалиды, покалеченные. Вот, допустим, она, то есть она как бы тоже нездоровая была, она была пострадавшая. Только из-за этого мы ее и взяли. Три дня до Нового года остается? Вот, Тонар, может, твои пожелания? Ну, хотелось бы пожелать людям, чтобы они были добрее, чтобы перестали издеваться над животными, потому что некоторые животные пострадали именно от рук человека. Чтобы не было жестокости, чтобы 2022 год начался с доброты. Спасибо, Анар, спасибо, Юстина. Ну, будем очень надеяться, что в 2022 году, может быть, госпиталь вообще закроется. Не будет ни одной кошки, ни одной собачки, да. И хочется сказать, что, уважаемые телезрители, животные – это все же братья наши меньшие. И хочется, чтобы все относились к ним добрее, чтобы любили, жалели. И ни в коем случае не выбрасывали на улицу. Новый информационный день, продолжая свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся в 9.34 в Большом Утре.